Арк МТВ представляет Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расули Аллаху, аля алихи, ассахбихи, аджма'ин. Брэдзи и сэстерзи в Исламе, ассаламу алейкум ва рахмату Аллахи ва баракату. Мы продолжаем наше путешествие по вечной жизни и событиям Судного дня. И мы дошли до момента, когда были принесены весы и деяния людей были взвешены. На прошлой неделе мы говорили об этом событии. Это событие, в котором все люди забудут всех своих родственников, всех, кого они когда-либо знали. По причине страха и беспокойства, которое охватит людей. Однажды посланник, мир ему и благословение, лежал, положив свою голову на колени Аиши. Он отдыхал. Затем она тихо заплакала. И ее слезы попали на его щеки. Он встал и спросил ее, «В чем дело, о Аиша?» И она сказала, «В Судный день вспомнят ли люди о тех, кого они любили?» И пророк, мир ему и благословение, сел прямо и сказал ей, «О Аиша!» Есть три момента, в которых никто не вспомнит ни о ком из тех, кого он любил. Первый момент, когда будут вручаться свитки с деяниями. Второй момент, когда деяния будут взвешиваться. И третий момент, когда человек соберется перейти мост, перекинутый надатским огнем. Ас-сырат. На прошлой неделе мы поговорили о второй стадии, когда деяния будут взвешиваться. Теперь люди уже увидели свои деяния. Они получили свои книги. Кто-то в правую руку, а кто в левую. Над каждым человеком был произведен расчет. Положение одних совершенно отличается от положения других. Но в конце концов, каждому будет указана его конечная цель. Либо рай, либо ад. Некоторые люди припирались относительно своих деяний. Это те, которые отрицали, что совершали грехи. Эти люди будут удостоены наказания, поскольку они будут отрицать свои грехи, даже в тот день. Деяния верующих будут просто представлены им, но они не будут отрицать их. Они признают все. Некоторым из этих верующих Аллах позволит приблизиться к нему. Он напомнит им о некоторых тайных деяниях, которые не были записаны. Или это тайные деяния, которые были записаны, однако никто не знает про них, кроме Аллаха. И он откроет их перед тем человеком. И затем он скажет ему или ей, без какого-либо переводчика, «Помнишь, ты совершил то-то и то-то? Я простил тебе это». Верующим Аллах также расскажет, но не только о тайных, но и явных делах. Также о том, что они получат наказание в тот день. И затем Аллах больше не будет с ними разговаривать. Затем они двинутся к весам, чтобы рабы узнали, чего стоили их деяния. Возможно, это произойдет после того, как они увидят записи своих деяний и увидят, что их ожидает. Несчастье или надежда. Еще не началось никакого наказания. Аллах говорит в Коране, «Мы никогда никого не наказывали, пока не отправляли посланника». Это касается как этого мира, так и мира вечного, поскольку в вечной жизни вы не будете наказаны, пока вам не будут показаны ваши деяния, пока вы не убедитесь, что заслужили их. Есть много достоверных хадийцах, в которых говорится о том, что в судный день люди не будут подвергнуты наказанию, пока не убедятся, что они заслужили это наказание. Пока им не будет явлена истина, пока слово Аллаха не станет для них доказанным. Настолько, что части их тела заговорят, и так далее, и тому подобное. Итак, ваши деяния будут отражать ваш вес. Каков ваш вес? И речь идет не о физическом весе. Не нужно приводить научных вычислений. В тот день будут применяться другие вычисления. Вычисления мира, который не подчиняется физическим законам этого мира. Это будет совсем другой мир, подчиняющийся своим правилам, своим законам. Главной будет ваша ценность, зависящая от ваших деяний. И на основе нее будет решаться, заслуживаете ли вы вознаграждение, или вы заслуживаете наказание. Чего вы стоите? Мы подробно говорили об этом на прошлой неделе. Деяния будут помещены на весы. Форма и образ этих весов неведомы нам. Но это будут весы, способные измерять. Посланник, мир ему и благословение, использует метафорические слова, такие как кафа, ладонь, в значении чаша весов. Одна чаша весов и другая ладонь весов. Он говорит, что одна сторона будет тяжелее другой. Это метафора. Как именно выглядят эти весы, и каковы их характеристики, нам неизвестно. Однако мы точно знаем, что это нечто, что будет взвешивать. В тот день, когда деяния будут взвешены, людям и джиннам станет крайне ясно, каково их положение. Их положение будет либо очень высоким, либо крайне низким. И в тот момент, когда деяния будут взвешиваться на весах, произойдет еще больше споров и обсуждений. Каждый человек попытается доказать, что он невиновен. Однако никто не сможет этого сделать. Если Аллах уже предписал, то они будут виновны. Если Аллах не предписал, они не будут наказаны. Тем не менее, произойдет еще больше споров и жалоб, поскольку люди будут понимать, что если весы будут тяжелыми, то они войдут в рай. И это благо для них. Но если они будут легкими, то есть их благие дела окажутся легкими, то их ждет страх, несчастье, наказание огнем. Каждый будет думать, как сделать свои весы благодеяния тяжелыми в тот день. Возможно, есть еще один шанс. Может, осталось еще какое-то благодеяние, которое можно положить на весы. Ведь ранее Всевышний выявлял некоторые тайные благодеяния, которые не были показаны перед всеми. Возможно, есть еще какие-нибудь деяния, которые можно поставить на весы. Мы приводили пример на прошлой неделе. Посланник, мир ему и благословение, рассказывает о человеке, чьи деяния взвесят в судный день, но их окажется недостаточно. И вот его приведут к Аллаху, несчастным и униженным, ожидающим своего приговора. Понимаете? В тот день людей будут водить туда-сюда. Одни ангелы будут приводить вас в одно место, другие будут забирать и отводить в другое место. Как в зале суда, где одни полицейские приводят вас, другие принимают вас и так далее. Одни полицейские ведут вас до фургона, другие надевают наручники, третьи сажают в машину, четвертые приводят в тюрьму и так далее. Судный день будет примерно то же, но только намного страшнее. Тогда этому человеку будет вручен листок, на котором будут написаны слова «Ля Иляха Илла Ла, Мухаммадур Расуль Улла». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад, мир ему и благословение, его посланник. И человек воскликнет, «О Господь мой, какую пользу это принесет мне?» И когда этот листок положат на весы, посланник, мир ему и благословение, говорит, весы взметнутся вверх, и все его плохие деяния станут очень легкими в сравнении с этими словами. Что это означает? Это значит, что слова «Ля Иляха Илла Ла» тяжелее, чем все остальное. Утверждение таухида и подтверждение его действиями тяжелее всего остального. Тот человек был муахидом, единобожником. Этот человек, возможно, молился и совершал другие обязательные дела. Но главное, он никогда не предавал Аллаху сотоварищей. При этом у него было слишком много плохих деяний. Настолько, что их было сложно сосчитать. Однако слова единобожия одолели их всех. Но у слов «Ля Иляха Илла Ла» есть свои условия, главное из которых – это жить согласно ним, поклоняться одному Аллаху и не предавать Ему сотоварищу никого, любить Аллаха, быть преданным и покорным Аллаху во всех своих делах. Как человек может любить Аллаха и при этом не совершать молитву? Как человек может быть преданным Аллаху и при этом совершать поступки лицемеров? Так вот, этот человек будет чист от лицемерия и чист от предательства по отношению к Аллаху, Свят Он и Велик. Слова единобожия будут самыми тяжелыми в тот день. И вопрос, на который мы все должны ответить, таков. Любите ли вы Аллаха по-настоящему? Если да, то вы будете притворять в жизнь слова «Ля Иляха Илла Ла» Мухаммаду Расулу Ла». Величайший убыток в тот день ждет людей, которые окажутся банкротами. В тот момент, когда деяния будут взвешиваться, как мы сказали, некоторые люди захотят утяжелить свои весы. И они выяснят, что единственный способ это сделать, это отобрать благие дела у других людей. Как они это выяснят? В тот момент Аллах повелит, чтобы ангелы обратились к людям, с которыми поступили несправедливо в мирской жизни. Им скажут, с кем поступили несправедливо, чтобы сегодня мы компенсировали вам это. Итак, в тот момент уже произойдет расчет между Аллахом и Его рабами. Вы уже знаете о ваших деяниях по отношению к Аллаху. Но есть другой вид деяний, который порой сложнее, чем первый вид. Что это за деяние? Это права людей. Права людей. Аллах знает лучше, но, насколько я понимаю, аяты и хадисы по этой теме, возможно, это момент, когда будет вестись расчет относительно прав людей. Есть один хадис, очень сильный. Есть много других хадисов по этой теме, но я хотел бы рассказать вам именно этот. Посланник, мир ему и благословение, однажды спросил своих сподвижников, «Знаете ли вы, кто является банкротом?» И сподвижники ответили, «Это человек, у которого совсем не осталось денег». Он ответил, «Нет». Настоящим банкротом является тот, кто придет в Судный день с огромным количеством благодеяний, милостыней, молитвой, постом, тахаджудом и так далее. Он совершил очень много благодеяний. В Судный день вы поймете, что совершили много благодеяний, только если вы увидите их. Поэтому он увидит их, увидит, насколько их много, насколько они тяжелы. Он не захочет ни с кем делиться. Он будет смотреть на них и думать, что все, рай уже гарантирован ему. Однако в мирской жизни он оскорбил одного, украл у другого человека, навредил третьему, злословил про четвертого. И что будет с его благодеяниями в итоге? Аллах говорит, Аллах не поступает несправедливо по отношению к рабам. В хадисе Кудси Аллах, Свят Он и Велик, говорит, «Я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной между вами». Так не притесняйте же друг друга. Посланник, мир ему и благословение, продолжает. Однако в мирской жизни он кого-то обругал, кого-то незаслуженно обвинил, у кого-то забрал имущество, кого-то ударил, пролил чью-то кровь не по праву. И в тот день, когда эти люди придут требовать свое право, Аллах повелит ангелам забирать из благих дел этого человека. Ангел будет забирать благодеяния из его весов и ставить их на весы притесненных им людей. И весы этих жертв начнут становиться тяжелее, в зависимости от того, как много несправедливости обид и притеснений этот человек причинил своим жертвам. Все больше и больше из его благодеяний будет забираться с его весов. И теперь посмотрите на такое сравнение. Весы этого притеснителя, который мог быть верующим, теперь склоняются в другую сторону. А весы его жертв будут становиться все тяжелее и тяжелее. И этот человек будет изумленно смотреть на происходящее и говорить «О, Аллах!» Надеюсь, это последний, кого я притеснил. О, Аллах! Кто там еще? Вот о чем он будет думать. Внезапно подойдет еще одна жертва, и он скажет себе «О, нет! Я совсем забыл о нем. Вечером такого-то года, такого-то дня я говорил за его спиной. Это случилось в моем доме, или в школе, или в спортивном зале, или на работе, или среди родственников, или на даче, или когда мы шли на море поплавать, или порыбачить, весело провести время. О, нет! Я настолько увлекся, что забыл, что настанет судный день, и мне придется отвечать за это. И так он злословил про одного, побил другого, украл у третьего, и так далее, и тому подобное. И эти жертвы все будут идти и идти, и в тот день он всех их вспомнит. Он вспомнит абсолютно всех, кого он притеснил. А чем больше их будет, тем страшнее ему будет становиться. Откуда он взялся? А этот зачем пришел? А тому, что надо? Ах, он все вспомнит. И таким образом все его благодеяния уйдут. Посланник, мир ему и благословение, говорит, что этот человек будет настоящим банкротом, лишенным всех благодеяний. Но что, если жертвы будут продолжать приходить? Что будет тогда? Они начнут жаловаться. О, Господи! О, Господи! Ангелы скажут им, у этого человека больше не осталось благодеяний, чтобы отдать вам. Они все закончились. Аллаху Ак-Ак-Ар. И тогда Аллах скажет, сегодня ни с кем не поступят несправедливо. Возьмите из плохих деяний жертвы и добавьте их плохим деяниям притеснителя. И посланник, мир ему и благословение, говорит, а затем он или она будут брошены в ад. Это может быть верующий или не верующий. Верующие, которые никогда не предавались от товарищей Аллаху, однажды будут выведены из ада благодаря заступничеству пророка, мир ему и благословение, за свою умму, а также заступничеству других пророков. Но главным образом, благодаря заступничеству пророка, мир ему и благословение, который будет лучшим из заступающихся в тот день. И также будут заступаться верующие и ангелы. Но только Аллах знает, как долго верующие пробудут в аду. Посланник, мир ему и благословение, говорит, что в судный день приведут человека, который в этом мире жил самой комфортной, роскошной и счастливой жизнью, которая только может быть. И его на мгновение окунут в адский огонь и сразу же вытащат. И ангелы спросят его, «О, сын Адама, был ли ты счастлив хоть мгновение, когда ты жил в мирской жизни?» И он ответит, «Нет, я не помню ни одного счастливого момента в моей жизни». Человек забудет все счастливые моменты, которые он когда-либо испытывал в жизни. Мы говорим об огне, расстояние которого равно путешествию в тысячу лет. Его жар достигнет глаз неверующих в тот день, и они взорвутся от этого жара. Этот жар сможет добраться очень далеко. Кто хочет быть окунутым в адский огонь на один день? День в аду может равняться тысячам лет, как говорится в некоторых аятах Корана. В вечной жизни дни не будут подобны нашим дням. Братья и сестры, сравните это с человеком, который никого не притеснял в мирской жизни, и его весы будут полны благодеяний. Все продолжают и продолжают приносить записи с благодеяниями и ставить их на весы. Как тот человек, у которого была карточка, на которой было написано «Ля Илях Илля Аллах». Ангелы уже собирались забрать его в огонь, но Аллах сказал «Подождите, у нас есть нечто, что мы приберегли для него». Помимо этого, есть также пост, сиям. Разве вы не слышали хадис пророка, мир ему и благословение? Хадис в Утсе «Все, что делает мой раб для него самого, кроме поста, и он для меня». Аллах говорит «Пост для меня». «И я особенно щедро награжу за него». В тот день Аллах, Свят Он и Велик, оставит эти деяния скрытыми. Даже ангелы не будут знать, какова награда постившегося человека. Человеку, который постился искренне ради Аллаха и, как положено, совершая добровольные и обязательные посты, Аллах явит эту особую награду, и тогда весы этого человека станут еще тяжелее. И каким же счастливым и излучающим радость будет раб Аллаха в тот день. Аллах говорит в Коране о разнице между этими двумя. И по мере того, как мы будем переходить из одной стадии в другую, одни лица будут становиться все ярче и счастливее, а лица других будут все более несчастными и мрачными. Лица, которые когда-то были светлыми, станут немного мрачными. Лица, которые были мрачными, станут немного светлее, пока, наконец, не будет произведено окончательное развлечение. В одном из хадисов Пророк, мир ему и благословение, говорит нам о некоторых верующих, которые будут воскрешены в День Суда. Сначала скажу то, что говорит Аллах. «В тот день, когда мы соберем богобоязненных, тех, кто защищал себя от деяний, которые запретил Аллах, и которыми он недоволен, к милостивому делегацией». Что это значит? Ибн Аббас, комментируя этот аят, говорит, это значит, что они будут верхом на прекрасных творениях. В другом хадисе говорится, что когда верующий выйдет из своей могилы и будет проходить этапы судного дня, он встретит самое красивое творение, которое он когда-либо видел, и оно будет иметь самое приятное благоухание. Верующий спросит, кто ты? Это существо скажет, разве ты не узнаешь меня? Верующий ответит, нет, но я вижу, что Аллах сотворил тебя в прекрасном облике и благоухающем. Существо ответит, я твои праведные дела. Вот как ты украшал и наносил благовония на свои деяния в своей мирской жизни. Я был верхом на тебе всю твою мирскую жизнь, поэтому сегодня ты будешь верхом на мне. Иди и взбирайся на меня. И тогда верующий взберется на это творение. Это и есть значение аята. В тот день мы соберем богобоязненных к милостивому почетной делегацией. Итак, это положение верующих. Однако, возможно, что верующий потеряет это положение по мере своего продвижения по судному дню. Аллах лучше знает. Согласно хадисам, которые мы с вами прочли, есть вероятность, что они могут потерять это почетное положение в тот день. Аллах лучше знает. Откуда это предположение? Аллах говорит в Коране. Мы займемся благими деяниями, которые они совершили. Принесем их в тот день. Но затем мы обратим их в развеянный прах. Этот аят относится к неверующим и идолопоклонникам. Однако, если они и так будут обречены на вечные адские муки, почему Аллах сделает их деяния развеянными? Потому что благие дела, которые неверующий совершил в этой жизни, если они не были совершены искренне ради Аллаха и не в соответствии с законами Аллаха, они не будут приняты. И то же самое касается верующих. Аллах говорит в Коране. «О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния, другими словами, ваши благодеяния, тщетными своими упреками и оскорблениями других людей, хвастаясь тем, что вы делаете, проявляя тем самым лицемерие, неискренность». Или когда человек совершает благодеяние, чтобы выглядеть лучше, чем кто-то другой, и занять его положение или навредить кому-то. Есть множество способов. Аллах говорит, что даже верующие могут потерять свое почетное положение в тот день. Представьте, что принесут все ваши деяния, вы будете видеть их, вы увидите, как их взвешивают, какие они тяжелые, но внезапно они потеряют свой вес. Мы читали этот аят на прошлой неделе. Он относился к людям, чьи деяния принесут в судный день. Все их благодеяния. Они будут тяжелыми. Аллах говорит, что в тот день Он не даст им никакого веса. Они не будут иметь никакой ценности. Вот еще один пример. В сборнике Муслима передается хадис Пророка, мир ему и благословение, в котором он говорит смысл «остерегайтесь зависти». Зависть – это когда вы завидуете своим братьям и сестрам и желаете, чтобы они лишились той милости, за которую вы завидуете им. Из-за своей зависти вы начинаете ненавидеть их, злословить про них, делая все, чтобы они лишились той милости. Итак, «остерегайтесь зависти». «Ведь поистине зависть пожирает благодеяние так же, как огонь пожирает дрова». Человеку представят его благодеяние, но внезапно они потеряют какой-либо вес. Почему? Потому что Аллах предостерегал этого человека в мирской жизни, но он не прислушался к ним. И поскольку он всячески старался навредить другим людям, они заберут его деяние. Как они узнали бы, что у него есть благодеяние, если бы они не были представлены и не были бы оценены? Приведу вам пример. Что такое золото? Почему оно так важно для людей? Если вы покажете кусок золота ребенку, то ему будет все равно. Ребенка не интересует ни золото, ни деньги. Ему все равно. Перед ним 20-долларовая купюра, 50-долларовая или 100-долларовая. Какая ему разница? Но по мере взросления этот ребенок начинает понимать, что эти бумажные деньги имеют ценность. Золото имеет ценность. Когда люди узнают, что какая-то вещь может принести им пользу, они захотят заполучить ее. В них начинает проявляться жадность. В судный день произойдет то же самое. Однако ценность будет представлять не золото, не жемчуга, не богатство, а благие деяния, к которым люди будут жадно стремиться. И эта жадность доведет их до того, что никто никому не будет доверять. Клянусь Аллахом, ребенок попытается забрать благодеяние у своей матери и своего отца. А матери и отцы попытаются забрать благодеяние своих сыновей и дочерей, своих братьев, своих сестер, супругов. У любого, у кого можно забрать хотя бы одно благодеяние, они постараются это сделать, лишь бы сделать свои весы тяжелыми в тот день. Таким образом, дети будут обвинять своих матерей и отцов, если смогут, а матери и отцы будут винить своих детей, если смогут, лишь бы получить дополнительные благодеяния. Сравните их положение с праведными верующими, которые были друзьями в этой жизни. В судный день они будут поздравлять друг друга. Один скажет, «Поздравляю тебя», а другой ответит, «И я тебя поздравляю». Смотри, что я получил. А другой скажет, «А смотри, что я получил». Хвала Аллаху за то, что мы были верующими и что мы поддерживали друг друга на прямом пути. Они схватят друг друга за руки и перейдут через мост, и будут стоять у ворот рая, ожидая прихода пророка, мир ему и благословения. Какой прекрасный итог. Сравните этих и тех. Аллах говорит в Коране, «Клянусь небом возвращающим, клянусь землей раскалываемой». Воистину, это слово различающее. Аллах говорит, что послание Ислама является различающим словом между праведным и скверным, между добром и злом. И в судный день будет определено, кто был праведным, а кто нет. Истина будет явлена в ее совершенном виде. Итак, к этому моменту деяния людей будут взвешены. Что будет дальше? Теперь людей ждет приговор. Аллах, Святой и Велик, единственный, кто выносит приговор. Ангелам будут даны повеления. Знаете, когда судья выносит приговор человеку, объявляя его виновным, ему не обязательно говорить полицейским или охранникам, что им делать. Они уже знают, что нужно делать в этой ситуации. Их обучили этому на курсах. Они знают, что теперь они должны надеть на человека наручники и провести над ним соответствующие процедуры. Если это особо опасный преступник, его заковывают по рукам и ногам. Некоторых вообще отгораживают от людей и помещают в прозрачную кабину из толстого стекла. Существуют различные способы обращения с осужденными. Некоторые могут сидеть у себя дома, а затем приходит полиция и забирает их прямо из семьи. Некоторые успевают сказать «прощайте», а некоторые не успевают, в зависимости от уровня преступления и угрозы, исходящие от преступника. Судный день произойдет примерно то же. И что касается верующих, то им тоже огласят приговор. Это будет благая весть о награде, которую они получат. Таким образом, в тот день будут ангелы милости и ангелы мучения. Вообще, в тот день будет множество различных ангелов, выполняющих разнообразную работу. И если деяния людей оказались скверными, их ждет соответствующий приговор. Их поволокут в адский огонь. Аллах, Свят Он и Велик, описывает, как Он погонит верующих и неверующих. Ранее я уже читал вам аят про это. Аллах говорит «В тот день мы поведем богобоязненных к милостивому делегации». Ибн Аббас говорит, что они будут верхом на прекрасных творениях. Аллаху Акбар. Представьте тех, кто прошел все испытания судного дня. Они будут скакать верхом на прекрасных творениях, окруженных светом. Только Аллах знает, как они будут выглядеть. Но они будут прекрасными, на вид и на запах. Представьте, я хочу, чтобы вы представили, как вы подходите к королю, который пригласил вас к себе. Он желает наградить вас или оказать какой-нибудь почет. Вы сделали что-то благое, и он пожелал вознаградить вас. И вот, когда вы на пути в его дворец, король отправляет навстречу вам всадников с прекрасными отборными лошадьми, лучшими из лучших. И вам предстоит оседлать этих лошадей и направиться во дворец, чтобы удостоиться награды короля. В тот день вы, наконец, направитесь к вратам рая и встретите Аллаха, Свят Он и Велик, будучи верхом на прекрасных творениях. Некоторые из них будут излучать свет размером с горы, некоторые размером с человека. И это будет тот свет, который поведет вас вперед. Это свет, который вы заработали в этой жизни, совершая благодеяние. Это будет настоящий свет, поскольку все вокруг будет покрыто мраком. Если у вас не будет света, вы не будете знать, куда идти, и ангелы поведут вас в другую сторону. Свет будет направлять вас в тот день. Это будет реальный свет, нур. Посланник, мир ему и благословение, говорит, что в тот день он узнает свою умму. Он узнает тех, кто последовал за ним благодаря их свету, который будет исходить из их лиц, их рук и ног. Они будут подобны полосатым коням, среди черных коней. Они будут излучать белизну от своих лиц, рук и ног, независимо от цвета вашей кожи в этом мире. У вас будет такой свет. И посланник, мир ему и благословение, узнает вас по этому свету, и вы будете руководствоваться этим светом. Что касается неверующих и тех из числа верующих, чьи дела оказались скверными, то если у них не будет света, их ждет убыток. Что с ними произойдет? Когда будут объявлены приговоры, некоторых из преступников ангелы будут цеплять медными крючьями. Некоторым из них медные крючья вонзятся в лоб и в ноги, и они будут закованы в цепи. То есть, их будут вести закованными в цепи. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране «О грешников мы погоним в гиенну, словно на водопой или в состоянии жажды». Они будут испытывать жажду. В другом аяте Аллах, Свят Он и Велик, говорит, что они будут закованы в цепи, будут ослаблены. Никому не будет дано право заступиться за этих людей. Никто не сможет заступиться за них. В отличие от верующих, которые смогут заступаться друг за друга. У неверующих не будет такой возможности. И когда их будут вести, они в вас зовут. Так они будут причитать. И нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. И тогда они начнут кричать и плакать, поскольку они прекрасно будут знать, куда их волокут. Они будут истошно кричать, плакать, умолять ангелов сжалиться над ними. Однако ангелы не проявят к ним ни малейшей жалости. Они схватят каждого грешника и займутся им, согласно его приговору. Некоторые из них будут обвиты питонами из ада. Это будут люди, обладавшие богатством, которые никогда не платили закят, не исполняли своих обязанностей по отношению к бедным, нуждающимся и другим из тех, кто обладал правами на их имущество. Некоторые из них увидят свое пристанище в аду. Они увидят то, что ожидает их, как плата за то, что они совершали в мирской жизни. Некоторые, к примеру, увидят то, что их богатство превратилось в раскаленное железо. Оно будет ожидать их. Они увидят, как других так же, как они, прижигают этим раскаленным железом по бокам, спереди, сзади, везде. Они воскликнут. О, Аллах! Вот что ожидает нас. И другие будут просто кричать. О, Господь наш, дай нам еще один шанс. Дай нам еще один шанс. Мы признаем свои грехи. Мы признаем. Однако, Аллах не ответит им. Ангелы скажут им, вам были даны шансы. У вас были любые возможности узнать, что хорошо, что плохо, что можно делать, а что нельзя. Некоторые из них будут сброшены медными крючьями в адский огонь. Некоторых погонь от в ад. Некоторых адский огонь схватит, а к некоторым адский огонь даже не сможет подступить. Ангелы унесут их с собой. Сейчас объясню, о чем я говорю. Прямо перед тем, как их заберут в адский огонь, и Аллах описывает эту картину, говоря, «Тех, которые не уверовали толпами, погонят в гиенну. Худшие из них будут впереди, и за ними пойдут те, кто меньше по степени. Однако, они тоже будут беззаконниками». Таким образом, худшие из них, находящиеся в первых рядах, первыми получат наказание. И самое худшее наказание постигнет неверующих. Также будут верующие, которые хвастались своими деяниями. К примеру, ученые, занимавшиеся показухой, которые получали знания только ради того, чтобы их называли учеными. Также среди них будут чтецы, которые читали Коран только для того, чтобы люди хвалили их. Меценаты и благотворители, дававшие милостыню, чтобы люди говорили про них. Ох, какие же они щедрые люди! Человек, который умер мучеником, который будет утверждать, что он погиб ради Аллаха, но на самом деле он погиб только ради того, чтобы люди хвалили его, воздвигали ему памятники и называли его героем. Они совершали эти деяния не ради Аллаха, они совершали их ради людей. Они не были искренними. Эти верующие люди будут первыми, кем разожгут огонь ада. Будут ли они выведены из огня ада впоследствии? Возможно, благодаря заступничеству Пророка, мир ему и благословение. Однако неверующие останутся в огне навсегда. Это те, которые осознанно отвергли Аллаха, Свят Он и Велик, и все они достигнут третьей и последней стадии Судного дня. Вначале мы говорили о расчете, когда вручали книги с деяниями. Второй стадией были весы, и теперь третья стадия, переход через мост. Что это за переход? Аллах говорит в Коране, «Затем мы поставим их вокруг адского огня». Джессия. Есть разногласия по поводу значения слова «джессия». Некоторые из подвижников сказали, что это слово означает «сидение в таком положении, закованное в цепи, в ожидании перехода». Другие сказали, «Оно означает стояние, закованное в цепи». Затем Аллах сказал, «Сумма лананзи'анна мин кулли ши'атин айюхум ашадду аля ррахмана айтия». Потом мы выведем из каждой общины того, кто больше других ослушивался милостивого. Аллах повелит ангелам схватить их и подвергнуть наихудшему наказанию на глазах у всех. Когда эти люди достигнут этого места и увидят это, и их начнут бросать в адский огонь, между ними произойдет следующий диалог. Аллах говорит в Коране о том, что они скажут обитателям ада. Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых. Господь наш, это они ввели нас в заблуждение. Удвое же их мучения в огне. Неверующие начнут обвинять друг друга. И когда они увидят, как наихудших из них бросают в огонь, они скажут, «Господи, это они ввели нас в заблуждение. Пожалуйста, у двоих наказание». Они поймут, что уже не смогут избежать наказания. И что они скажут, «Это все они виноваты». Они ввели нас в заблуждение. О, Господи, удвоим наказание. Пусть они мучаются в огне вдвое больше, чем мы. И что будет далее? Те, кого схватят первыми, скажут тем, кто обвинял их, «Почему вы вините нас? Вы совершали такие же грехи, как и мы, поскольку вы ответили нам и помогали в грехах». Обычно бывают предводители, которые вводят в заблуждение, и бывают те, кто следует за ними. Они одинаковы. И что, Аллах ответит им? «Сумма ланахну а'ламу биллзинахум аула биха силия». Когда они начнут кричать, «Господь наш, удвоим наказание. Дай им самые тяжкие мучения». Аллах ответит им, «Нам лучше знать, кто более достоин гореть там, и их уровень». Также Аллах говорит, «Каля ликуллин ضعфу, валакин ла та'аламун». Он скажет, «Всем воздастся вдвойне из мучений, но вы не знаете этого». Другими словами, те, кто заслуживает двойного наказания, получат его. Те же, кто заслуживает меньше наказания, получат его. Аллах лучше знает, кто чего достоин. Это не ваше дело. Каждый будет отвечать только за свои собственные деяния. Что касается верующих, то они будут смотреть на других верующих, которые не смогут пройти мост. Они почувствуют жалость к ним и начнут молить Аллаха и просить за них. Но перед этим произойдет нечто, касающееся как верующих, так и неверующих. Аллах говорит в Коране, «Ва им минкум господа». «Затем мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там, в воду, стоять на коленях униженными, несчастными и ослабленными». «Итак, каждый из нас пройдет над адским огнем, согласно хадису, в котором Пророк, мир ему и благословение, комментируя аят, «Каждый из вас пройдет над ним», сказал, «Мост над адом подобен острию меча». Первая группа пройдет через него подобно молнии, вторая группа пройдет подобно ветру, третья группа пройдет через него как самая быстрая лошадь, четвертая группа пройдет как самая быстрая корова. Почему упомянуты лошадь и корова? Потому что в те дни их использовали в качестве транспорта и перевозки. Другими словами, если говорить современными словами, то можно привести в пример транспортные средства, которыми пользуются сегодня – машины, мотоциклы и так далее. Затем будут проходить другие верующие, и ангелы будут говорить, «О Аллах, спаси их! Спаси их!» Этот хадис поддерживается другими хадисами пророка, мир ему и благословения, переданными в двух сахихах, а также в других сборниках. Эти хадисы были переданы многими сподвижниками, включая Абу Хурейру, Анаса ибн Малика, Абу Саида, Джабира и других сподвижников. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословения, находясь в доме своей супруги Хафсы, да будет доволен ею Аллах, сказал, «Никто из участников Бадра и Худайби не войдет в адский огонь». Затем Хафса, да будет доволен ею Аллах, сказала, «Разве Аллах не сказал в Коране, «Каждый из вас пройдет над ним». Посланник Аллаха, мир ему и благословение, ответил ей, прочтя аят, «Потом мы спасем богобоязненных». В двух сахихах есть хадис, переданный Аз-Зухри, Саидом и Абу Хурейрой, в котором посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «Смысл такой, ни одного мусульманина, у которого было трое детей, и все они умерли, не коснется адский огонь». Кроме клятвы, которая должна быть исполнена. Что это за клятва, которая должна быть исполнена? Это клятва Аллаха, Святой и Великой, Который сказал, «Каждый из вас пройдет над ним». Таково окончательное решение, которое мы пообещали и которое будет исполнено. Это значит, что некоторые люди пройдут мост над адом и не упадут в адский огонь, конечно, при условии, что они были верующими, и у них были трое детей, которые умерли. Если у верующего умрут маленькие дети, то милостью Аллаха к нему будет то, что в судный день он спасет его от огня. По причине той грусти и душевной боли, которые испытывал человек в этой жизни, лишившись детей, при том, что он проявлял терпение. Аллах вознаградит его за это терпение. Адский огонь не коснется его. Но даже те люди, которые удостоятся милости Аллаха, пройдут через мост Ас-Сырат. Даже пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, пройдет через него. Каждый человек пройдет через Ас-Сырат, мост, перекинутый над адским огнем. Мы просим Аллаха, Святу на Велик, уберечь нас от падения в адский огонь. Люди, обладающие большим светом, пройдут очень быстро. У людей с очень маленьким светом, он будет на кончике их большого пальца, согласно достоверному хадису. Иногда он будет светить, а иногда потухать. Вот как посланник, мир ему и благословение, описывает этот мост над адом. Он говорит, адский огонь будет пылать под мостом, и у него будут когти, которые будут достигать моста Ас-Сырат, пытаясь схватить людей. Он будет голоден. Также до моста будут доходить языки пламени. Эти крюки будут царапать людей. Некоторые люди пройдут мост исцарапанными и обожженными. Некоторые люди упадут с моста. Впоследствии они будут спасены. А некоторые упадут с моста и уже никогда не будут спасены. Это значит, что неверующие, которые зайдут на мост Ас-Сырат, неизбежно упадут с него. И они не будут спасены. Будут среди проходящих мост и лицемеры, которые утверждали, что они мусульмане. Но на самом деле они не были ими. И когда они увидят свет у мусульман, которых они знали в мирской жизни, и увидят, как они быстро проходят мост, они воззовут к ним. Это аят из Корана, из суры Аль-Хадид. Пожалуйста, подождите нас. Мы были знакомы с вами в прежней жизни. Подождите нас. Мы позаимствуем у вас немного света. Всего чуть-чуть. Ангелы крикнут на них. Возвращайтесь. Возвращайтесь и ищите свет позади вас. Имея в виду, что вы оставили позади себя из благих поступков, чтобы надеяться на какой-либо свет. Единственный свет в тот день – это свет, который вы уготовили своими деяниями и оставили позади. Между ними и верующими будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи будут мучения. Итак, эти лицемеры упадут с моста и окажутся в самой глубокой яме ада, даже ниже, чем яма, в которой окажется сам Иблис. Мои братья и сестры, при прохождении этого моста будет очень и очень темно, и только ваш свет поможет вам пройти его, как мы сказали. Аллах говорит, «Затем мы спасем богобоязненных». Аль-Муттаقين. Кто такие Аль-Муттаقين? Это слово, которым Аллах называет тех людей, которые, уже собираясь совершить плохой поступок, вспоминали Аллаха, вспоминали Его наказание. Они любили Аллаха настолько сильно, что не хотели терять эту любовь. И что они сделали? Они всячески избегали запрещенные деяния. Они не задавали вопросов, «Почему это запретно?» «Нет, я буду продолжать это делать, пока не удостоверюсь, что это запретно». Нет, Аллах сообщил вам, что это запретно, поэтому не делайте это. Также те люди, которые совершили запретное, но затем они вспомнили Аллаха и покаялись. Это и есть Аль-Муттаقون, обладатели таквы. Это и есть те, которые будут спасены при прохождении моста. А некоторые из них, которые все-таки упадут в адский огонь, впоследствии будут выведены оттуда благодаря заступничеству ангелов, верующих и пророкам Мухаммада, мир ему и благословения. Также будет группа людей, которые, согласно преданиям от некоторых сподвижников, достигнут высокой скалы, которая будет находиться где-то на мосту. Они будут очень высоко на этой скале, но они не пройдут мост. Они расположатся на этой скале, не способны идти вперед, и при этом они не будут падать в адский огонь. Они будут спасены от огня, но при этом не смогут идти вперед. Они будут прямо посередине моста. Почему они будут на высокой скале? Говорят, это потому, что их называют Аль-А'раф. Так их будут называть. На арабском слово «урф», множественная форма от которого «араф», обычно означает вершину, пик. Поэтому говорят, что они будут на вершине, а Аллах знает лучше. Также Аль-А'раф переводится как «те, кого вы знаете». Аль-А'раф – люди, которые известны чем-то. Итак, их будут знать. Кто? Их будут знать верующие и неверующие. Что это будут за люди? Это люди, чьи благодеяния будут совершенно равны их плохим деяниям. Что это значит? Это не значит, что они совершили ровно столько же благодеяний, сколько и злодеяний. Нет, здесь речь идет о ценности деяний. Они могут иметь меньше благодеяний, чем злодеяний. Однако их благодеяния будут выше по значимости. Или у них может быть больше злодеяний, но их ценность будет меньше. Поэтому произойдет равновесие, и они окажутся равны на весах. Эти будут столько весить, а те столько же. И окажется, что они равны на весах. И к чему это приведет? Их благодеяния защитят их от огня, но их злодеяния помешают им идти вперед. И какова будет судьба этих людей? Аллах не совершает несправедливости. Всевышний говорит о них в Коране, в суре Аль-А'раф. Верующие, упавшие в адский огонь, увидят их и начнут устрашать их, говоря, «Вы упадете!» С другой стороны, верующие будут взывать к Аллаху, «О Господь наш, спаси их!» В чем смысл пребывания этих людей там? Они будут свидетельствовать о надежде, которую Аллах дарует им, чтобы внушить неверующим в аду еще больше несчастья. Но в то же самое время они не смогут пройти дальше, поскольку это было бы несправедливо. Другие люди совершили больше благодеяний, чем они. Их судьба будет неизвестной вплоть до самого конца. Затем голос обратится к обитателям ада и скажет им, как приводится в Коране, «Видите этих людей, которых вы знали в прежней жизни и которые совершали некоторые злодеяния вместе с вами? Вы думали, что мы отправим их в ад вместе с вами? Но сегодня мы даруем им нашу милость. И смотрите, как мы спасаем их у вас перед глазами». И тогда Аллах спасет людей Аль-А'рафа и проведет их через мост Ас-Сырат. И они будут ждать у дверей рая. Или они войдут в рай после всех верующих. Таким образом, спасение людей Аль-А'раф станет еще одной мукой для обитателей ада. Они полагали, что этих людей отправят в ад вместе с ними, но Аллах спасет их. А вы, о неверующие, не заслужили спасения. Это говорит о том, насколько скверными были ваши деяния, насколько скверными были ваши убеждения. Твой Господь не поступает несправедливо с рабами, как верующими, так и неверующими. Теперь мы достигли стадии входа в рай и ад. Поэтому я остановлюсь на этом. Но в заключении я расскажу вам одну историю о благих деяниях. Был один человек по имени Малик ибн Динар, выдающийся ученый прошлого. Но перед тем, как стать великим ученым, Малик ибн Динар был вором. Еще он любил пить алкоголь, но Аллах решил наставить его на истинный путь. И однажды он увидел одного тирана, у которого был работник. Этот работник был очень бедным человеком. Тиран не давал своему работнику положенную плату за день. И тогда Малик ибн Динар сказал тому тирану, «Отдай ему положенную плату». Видимо, он сжалился над этим работником. Но тиран отказался отдавать ему оплату. Тогда Малик ибн Динар вытащил немного денег и отдал их тому бедняку. Вдобавок он сказал, «Попроси своих дочерей сделать дуа за Малика ибн Динара». И они сделали за него дуа. Однажды Малик ибн Динар захотел жениться. Никто не хотел отдавать за него свою дочь, поскольку люди знали, что он вор и алкоголик. И Малик купил себе рабыню. В те времена еще действовало рабство. Он купил себе рабыню, освободил ее и женился на ней. И в результате этого брака Аллах подарил ему дочь по имени Фатима. В возрасте пяти лет его дочь умерла. Малик ибн Динар очень любил ее, поэтому он сильно опечалился о ее кончине. Прошло время, и однажды ему приснился конец света. Он увидел перед собой адский огонь, а позади него был свирепый дракон, преследующий его. Малик говорил, «Я еле убежал от этого дракона и достиг обрыва. Я уже собирался прыгнуть туда, но в последний момент я заметил, что внизу пылает адский огонь. Я повернулся и вижу, что дракон продолжает гнаться за мной. Я побежал в другую сторону, пока не достиг берега океана. И там я увидел очень старого человека, который еле мог говорить. Он указывал в ту сторону и сказал, «Беги туда». Я побежал и обнаружил там скалу. И на этой скале были дети, которые закричали, «О, Фатима, спаси своего отца». И затем я увидел свою дочь, Фатиму. Она подошла ко мне и сделала вот так рукой, и дракон исчез. Затем она сказала мне, «Папа, смотри, этот дракон был твоими скверными деяниями, и они были достаточно большими, чтобы погубить тебя, а тот старик был твоими благими деяниями, и их оказалось недостаточно, чтобы спасти тебя. Его злодеяния были настолько скверными, что превратились в страшного дракона, а твои благодеяния были настолько слабыми и немощными, что не смогли бы спасти тебя». И затем она прочитала аят. «О, Фатима, спаси своего отца». Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при поминании Аллаха, до того, как их сердца зачерствеют? На этом мы заканчиваем наш урок, да воздаст вам Аллах наилучшим, да примет Аллах ваши и наши деяния. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.